Хайбан! 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 После приговора кто-то протянул Стерненко трубку, где уже ожидал абонент, подписанный как Владимир Зеленский. Спасибо за сегодняшний вырок. Почему он не звонил? Почему он не звонил? Он был, да? Да, да. После незадавшегося диалога активист покинул зал в сопровождении полиции. Тем временем на улице, где собралось около трех сотен сторонников Стерненко, уже было не по-февральски жарко. Хайбан! 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 Надо выйти в руку. Не положите в руку и порядок. На месте выдаются фото-замидовая фиксация. Все ваше теле будут зафиксованы. Хайбан! 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 Назад! 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 Работа была не только у полиции, но и у пожарных. Приходилось тушить дымовые шашки. Узнав исход заседания, часть протестующих бросилась задним воротом блокировать выезд автозаку, тогда как полиции удалось вывести Стерненко через другие ворота со стороны фасада. Стерненко в бою, Стерненко в бою, Стерненко в бою! Я надеюсь, что Зеленский не пойдет на такой шаг, чтобы связать Сергея Стерненко. И я вижу тут особистую помсту Авакова, его очень сильный влияние. И сразу разобравшись с ситуацией, активисты стали блокировать выезд спецтранспорта, в котором Стерненко уже не было. Конфликт получил второе дыхание. Стабилизировать ситуацию взялся заместитель начальника областной полиции Дмитрий Аверченко. Но, увы, собеседникам было не до дипломатии. Все же уехать спецтранспорту позже удалось. Поддержку Стерненко, кроме бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун, высказал и экс-нардеп, известный со времен Майдана Владимир Парасюк. Уже позже Парасюк обратился к протестующим с призывом ехать в Киев и проводить там акции прямого действия. Включая телемосты между крупными городами и координацию протестов в них. Известно, что часть протестующих уже отправилась в Киев. Официальных комментариев от полиции и прокуратуры пока нет. Известно, что был задержан один человек. Скорее всего, речь идет о соратнике Стерненко Игоре Бею. В то же время юристы напоминают, что приговор может быть обжалован в апелляции. Но когда дело попадет туда, пока неизвестно. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».